Всем привет, дорогие друзья и гости и подписчики моего канала Макарова Подворья. Смотрите, мы, конечно же, гуляем в лесу. Вот мои козы пасутся. И смотрите, что я нашла. Я нашла вот эта жаба пупырчатая. Жаба пупырчатая. Вот так. Вот. Вот, смотрите, как хорошо видно. Вот. Многие боятся лягушек, ну а жабы это типа фу, какой ужас. Нет, это никакой не фу. Для меня жаба стоит на ступень выше всех лягушек. Посмотрите, во-первых, какая у нее красивая форма. Какая грация. Ведь если вы наблюдаете жабу, она не часто прыгает. Она ползет, то есть лапками перебирает и шажками передвигается. Вот. Посмотрите, какие у нее лапки. Они как, прямо как руки у человека. Там пальчики. Смотрите, пальчики. И на каждом пальчике коготок. Какая она шершавенькая, приятная. Смотрите, какие у нее глаза. Они золотые. Они золотые. И вот, конечно, камера она не очень может передает и все такое. Но они просто медово-золотые. Еще что хочу сказать. У жабы вот здесь вот эти белые штучки, вот эти вот за глазом. Вот я большим пальцем показываю. Там у нее находятся ядовитые железы. Да-да-да. И там, знаете, как объяснить. Короче, если жабу схватит, например, аист, ну, в большей степени, если ее схватит собака. Вот на собаку это очень действует. Она выпускает из этих желез вот эту ядовитую жидкость. Собаке ничего не будет, она не погибнет. Но она ее выплюнет, лягушку эту, ну, жабу. Вот. И у собаки будет долгое время пена изо рта. Ну, и в другой раз она уже подумает, хапать ей жабу или не хапать ей жабу. Как интересно. Короче, мы на даче поймали вот жабешку и поселили ее в контейнере. Сделали ей там вентиляцию. Создали все условия. И копали на огороде червячков и таскали ей. Как она красиво кушает, ребята. Она языком, он у нее так выскакивает, как, знаете, на день рождения, такие языки-дудки. Которые дуешь, а она разворачивается. Вот у нее по такому принципу язык работает. И она, это у самого червякацоп. И вот она его в рот, а червяк с двух сторон рта висит. Она лапками запихивает этого червяка в рот себе, лапками помогает. И мыргает глазами. То есть они так у нее уходят как бы вниз. И червяк этими глазами как бы он пропихивается. Ну, туда дальше по пищеводу там, куда в желудок. Вот. Еще хочу рассказать. По весне особенно, когда у жаб... Когда у жаб... Опять комары заели меня. Опять комары появились тепло. Когда у жаб... Ну, вот они откладывают икру в брачные игры. Вот. Мы поймали жабу, посадили в контейнер. Она чирикает, как этот самый воробушек. Как птичка чирикает. Вот. То есть издает такие звуки, как будто птичка. Короче, это очень интересно. Жаба очень полезная. Не надо их убивать. Не надо их обижать. Жабы очень полезные. Они едят насекомых, которые уничтожают, между прочим, ваш урожай. То есть, например, ту же клубнику. Вот вы увидите ягодку объеденную, а под ней жабу и... Фу, жаба сожрала клубнику. Не-не-не. Клубнику жрал слизень или улитка. А жаба съела эту улитку, но удрать не успела. Короче, это очень замечательные животные. Они пригодны для домашнего разведения. Поют, как птички. Вот она у меня убежала. Но я не буду ее ловить. Вот. Где она? Вот посмотрите сейчас, как она идет. А, нет, попрыгала. Ну, потому что она напугана сильно. А вообще они передвигаются. Как... Ну, да, попрыгала, напугана. А вообще они передвигаются шажками. Вот. Короче, любите природу. Узнавайте о ней что-то новое. И, пожалуйста, не убивайте ни жаб, ни лягушек. Они приносят пользу. Все. Всем пока-пока. Оставайтесь с нами на канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok